Чем дешёвое вино отличается от дорогого? Утрачена культура питья. И сегодня мы будем учиться отличать подделку от настоящего вина. Боже, Таня, Таня, он меня есть. Таня, Таня, Таня. Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Где в Украине вот просто высочайший, реально высочайший уровень туризма. И где вас напоят, накормят и даже научат отличать настоящее вино от поддельного. Поехали смотреть. Красота, виноградники. Боже, как красиво, но ровными рядочками так. Это была наша поездка с туроператором Селена. Да, вот вы видите нашу группу. В группе было очень много наших подписчиков. Это у нас было такое путешествие с подписчиками. Ну, основная часть группы, костяк, скажем так, это были наши подписчики. Да, девочки, кто с нами ездил, отзовитесь, пожалуйста, напишите комментарии под этим видео. Да, у нас был еще замечательный организатор Татьяна Николаевна. Действительно, замечательный организатор этой экскурсии. Вы знаете, еще одна составляющая любого путешествия, это, конечно, компания. Но нам с компанией, мы считаем, круто, очень повезло. Очень повезло. Нам было очень весело. Мы очень весело проводили время и на экскурсии, и после экскурсии. В общем, классно было. Привет вам, девочки. Были не только девочки, там и мужчины тоже были. Ну, как мы говорим, девочки такие же, какие мы девочки, в принципе, уже взрослые все люди. Почему всем огромный привет и мальчикам, и девочкам. Так, дорогие мои, значит, мы приехали с вами в Центр культуры вина Шабо. Шабо. Мы сейчас с вами выходим. У нас в 13 часов здесь экскурсия, и в 15 часов у нас экскурсия в Сыроваре. Пардон, конечно, за подробность, но вот по тому, как выглядит туалет, можно судить, какого уровня, в принципе, Центр культуры виноделия, какого типа порядка. Мы приехали. Знаете, как типа ресторан, класс ресторана оценивается по уровню туалета. Да, я возьму лизуши и возьму лизуши. Маска нужна. Да? Косквер. А может, я не нужна. Так, у нас здесь вход в масках и температурный скрининг. Нам даже выдали вот такую вот штучку. Охрана труда. Пабетка. Да. Масочки понадевайте, пожалуйста. Сейчас поднадеваем масочки. Таня уже обмазка. Киллос. Здравствуйте. Чем уникально это место? В принципе, это винный завод. Ну вот из обыкновенного винного завода сделали просто, не знаю, вот музей, культурный центр, просто вот какой-то оазис. И посмотрите, какая территория, посмотрите, какое количество цветов, как это все ухожено, какое оно все чистенькое, какое оно все новенькое, как оно все сияет. У нас группа с юмором, вот, и один из... Ох, какая красота, реальная красота. И вот один из наших, как бы, участников нашего путешествия, глядя на все это, сказал, да, чувствуется бабло. Чувствуется бабло. Да, реально чувствуется. Красиво, да? Красиво, очень красиво. Очень красивая территория, прям, прям такое. Лезем в подвал. Отделение производства хереса. И здесь делают сухой херес. Так что, ребята, херес – это не только Испания, это, собственно, и Украина. Такой, знаешь, продвинутый в технологическом отношении, мне кажется, что... По сути, это винодельческий завод, да? Ну, да, да, да. Просто очень красивый, интересный. Это церковь культуры вина, в общем-то, в принципе. Ну, люди, которые здесь были, у нас просто в группе есть люди, которые здесь были, они в восторге. Нас предупредили, что сейчас будут крутые ступеньки. Вот это вот для бучек, а вот это для людей. Ну, ступеньки. Когда-то это было тренингрической колоннити. Когда-то это была тренингрическая колоннити. Что конкретно для себя я вынесла из начала этой экскурсии. Дело в том, что мы с нами работаем в театре, кто не знает. И вот я помню, мы ездили на гастроли. Ну, а в гастроли после спектакля, понятное дело, что всегда застолье. И бывают разные казусы происходят. И, в общем, у нас один артист наутро после очередного из этих казусов, произошедшего с нашими коллегами, сказал, да, утрачена культура питья. Я, Таня, потом скажу фамилию этого человека, который это сказал. Да, я такая радость. Вот. Дело было в Тольятти. Вот. И что, я какой для себя вывод сделала. Ну, вот нам Антон Гид рассказал, что швейцарцы делали вот вход в этот подвал, там зашифрованы символы. В том числе, если один бокал, ну, как бы на картинке это понятно. Бог Бахус объясняет, что если один бокал, то для здоровья, два бокала для веселья, три бокала – это горизонтальное положение. Ребята, и, кстати, подпишитесь на наш канал и обязательно поставьте лайки. И мы с Наташей обещаем торжественно, что мы будем соблюдать культуру питья и делать видео дальше. Ну, то сопьемся вообще. Не поставите лайки. Вот, честно, напьемся. Поэтому поставьте, пожалуйста, нам лайк. Не то шутим. С 2011 года вот это вот вино Херес, которое производят здесь, его на самом деле не так много производят, вот, вышло на международный уровень уже. Ну, родина Хереса – это, конечно, Испания. Испания, да. И оно и называется. Там есть испанский город Херес, там, Белька Канг, конечно, не помню продолжение. Ну, Херес чего-то там. Вот, и вино, в принципе, ну, как бы родилось там, а у нас здесь просто, ну, как бы технология, да? Это бактерия. Вино Херес – это бактерия. И вот почему подвал этот закрыт, и там даже разного уровня пол, то есть стеклянной двери, зайти туда нельзя, потому что вот эта вот бактерия при малейшей вибрации, если, допустим, по бочке постучать, эта бактерия оседает вниз, и вино считается уже испорченным. Вы знаете, вино, оказывается, это такая тонкая вещь, ну, знаете, это не просто так, типа ягодки засыпал сахарком, там трубочки какие-то и все такое. Там столько тонкостей, это бактерия, не дай Господь по бочке постучать. Ну, то есть там столько нюансов, столько нужно соблюсти вот этих вот условий, чтобы действительно получилось настоящее, хорошее, качественное вино. Мне принято спиной гостям вести экскурсию. То есть кид хочет видеть все-таки лица. Это горит этикет компании. Ну, европейский уровень чувствуется вообще во всем. Мы поднялись на фонтан Диониса. Ну, как бы с такой группой не скучно вообще ходить на экскурсии. Кто-то спросил, с вином фонтан? Ждем, лампочки забираться. Девочки, вы грудитесь. Пошла движуха. Это символизирует процесс дрожения одинаковым. А она уже стала, видишь, подсвечена красным. Она была зеленая, сейчас красная. Зеленая, синяя. И была синяя, да? Слушай, она сейчас как шабанет или не шабанет? Мне, конечно, жалко, что этот фонтан этот бил невином. Хотя все равно не удалось бы нахлебаться. Ну, разве что прыгать в этот фонтан. Но тогда бы вывели с экскурсии. Ну, вывели бы за ухо, неприятно было бы. Поехали, блогерши, с туроператором Селена на экскурсию, знаете? Отличились. Ну, в общем, странная, конечно, фантазия приходит иногда в голову. Бывает. КОНЕЦ КОНЕЦ И поражает, конечно, уровень техники, уровень этих машин. Какие они новенькие, какие они чистенькие. Ну, просто какая-то лаборатория, действительно. Куча каких-то индикаторов, куча всего, каких-то приборов. Ну, в общем, отрисло челюсть. Поражает, да. Просто поражает. Чем дешевое вино отличается от дорогого? Даже если это качественное вино, но оно недорогое. Отличается почва. Почва. Не технология, оказывается. Технологию можно купить, делается руками, в дубовых бочках. Это понятно. Вот. Ну, в принципе, самая важная это почва. Самый вот такой вот вкус вина, вкус винограда чувствуется, если виноградник вырос в почве, которая содержит известняк. Такой почвы немного, как правило. И винограда с нее получается тоже немного. Соответственно, цена повышается. Цена очень высокая, да. А сам штат завода, круглогодичный, он небольшой. Здесь работает 300 сотрудников, 80 человек работает на одной семейке. Оказывается, розы раньше выполняли, были еще функциональными. По состоянию розы, вот именно цветка, можно было судить. Типа здоровь винограды или нет. Если с розой что-то происходит, значит с виноградником что-то не то. Поэтому высаживали рядышком розы. Какие фарики, все патишные фарики. Ну, я не удивлюсь, если они здесь тоже не просто так. Как в кино, да? Я говорю, я не удивлюсь, если там вот эти вот деревья, шарики, что это тоже не просто так. Розы не просто так. Трава, чтобы вытягивать лишнюю влагу из путь. Это пресс. Да, пресс. А у кого такого пьяна очень дорогой? 12 тысяч долларов. А кто не мог себе такого позволить, добил вино ногами? Как червентал? Голодранец. Вы знаете, там еще есть производство коньяка. Мы туда не попали. И там дверочка закрыта. Потому что туда заходят только люди, которые проверяют, как это все происходит, как происходит этот процесс. И дело в том, что там пары, вот эти вот коньячные, ну, то есть они, грубо говоря, бьют по голове, дают в голову. Да, то есть там, если находишься какое-то время, то можно, не употребляя коньяк вовнутрь, можно выйти уже совершенно пьяным оттуда. Поэтому туда туристов не водят. Ну, и мы туда, естественно, не попали. А жаль. Какая штука выяснилась, удивительная для меня. Оказывается, мне все время казалось, что в Европе вот настоящее вино, а вот у нас в стране, ну, в странах, скажем так, СНГ, очень много поделок, очень много порошковых вин. На самом деле, знаю, чьи люди говорят, которые профессионалы в этом деле, что ни одно государство не справилось с подделками вина. Ну, то есть 30% всего вина, включая Евросоюз, Западную Европу, нашу страну, это подделки. И сегодня мы будем учиться отличать подделку от настоящего вина. Это терпия, это лечение человека, но это лечение исключительно красным сухим вином. Но еще более интересно, следующий факт, современная медицина это подтвердила. 50 грамм красного сухого вина, абсолютно любого, скажем так, любой ваш любимый производитель, домашнее красное сухое, вы точно знаете, какие качественные медики, в количестве 50 грамм, не больше, но зато ежедневно после ужина укрепляется кровеносная система человеческого организма. В любом красном сухом вине есть фермент, называется расферотроп, укрепляет внутренние стенки сосудов, тем и полезен. Мы пришли смотреть кино, кино, вино и домино, в общем. Кино, кстати, было очень интересное про историю этого места. Здесь жили переселенцы из Европы, как здесь появились виноградники, ну то есть вот это место еще такой огромной историей интересной. В центре кратер, сосуд для смешения гнато-свит. Португальские азурежи напоминают мне плиточка вот эта. КОНЕЦ Чистый шаг, здесь остался. Мы попаемся в Королевский подвал. Наспустились в подвал, построенный швейцарцами в 1822. Раньше в шаг подвалов было 100, но вторая мировая, поэтому осталось только 4. Остальные были просто уничтожены в ходе боевых. Этот подвал исторически, мы его не трогаем и используем. Какой-то древесный, какой-то виноградный. Пушкин сидел. Добрый день. Где все читал? Приел в шагу. И действительно Пушкин был в этих местах, потому что Пушкин увлекался, читал, очень активно изучал биографию Овидео. И рядышком с Белгород-Днестровским, там есть даже городок, который называется Овидеополь. Ну и вот Пушкин был на этом самом месте, где, в общем-то, были и мы. Мило. Кулер стоит. Удобство. Удобство. Тут это очень прикольно, что, по сути, это же завод, а с него сделали такой вот действительно культурный центр. Да, да, и туристические объекты. А дегустанция, это что, типа, пуплевать надо? Наверное. Я не буду. А я, можно подумать, буду. Самый стройный в центре – вокал для ирлистого. И самый большой объем – это вокал для красного линана. В центре ваших столиков металлическая елка с ленинсом. Что-то до конца не осилили, не получилось, вы просто наливаете плавные елки. Я тоже не хочу. Рядом график с водой. По завершении дегустации вокалчик очень желательно споласкивать. Это просто, чтобы вкусы двух абсолютно разных видов с собой не перемешались. Вомент сам по себе очень важный. Второй этап из трех у нас будет самый важный, называется вонять. Прежде чем продегустировать абсолютно любое вино, нужно максимально раскрыть его ароматику. То есть, что нужно сделать? Вино нужно смешать с кислородом. Как это происходит? Вино в бокале аккуратненько вращается, вот таким вот образом, в течение минуты. Чем более интенсивно и продолжительно будет завзматывать позицию в ваших бокалах, тем более ярко выраженно в итоге будет становиться аромат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратнее вы делаете небольшой глоток, а вот пережевывание вы как бы оболаскиваете внутреннюю полосы, для того, чтобы регустрация участвовала не только и цель, но и нём. То есть, профессиональная позиция, шутер, вкусы, 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 вина. В процессе... В рентгене классических шампанских и колоний, большим пузырём физически получить просто невозможно. Они либо очень маленькие, бывает, что глазу иногда не заметны и вовсе. Вот они, слёзы вина. Это хорошее вино прошлого года выдержки. Это настоящее вино. А мы ещё с Таней решили, что в ресторан мы теперь будем ходить с собой соду носить. Да, ну, в принципе, кстати, есть в этом смысл. Так давай расскажем. Что, в принципе, если вы содой капните на вино... Это какой-то напиток, содержащий спирт, какие-то красители. Да. Печаёшками мы закусили недостаточно дегустацию. Мы приехали на сыробар. Выпили, теперь закусим. Да, теперь закусим после выпивки, как положено. Ну да, хотя бы... Слушайте, а вы заметили, да, что разговоры становились громче и громче? Не, не хотелось уже никуда уходить. Уходить там, можно было немножко пробовать. Поляну накройте. Да. Может сюда сыр доставить. Да. О, сырики. Сырики, сырики, сырики. Это сыр, это не сырные правительства, но у вас сыр. Катя, мне при косном порядке, иди меряй температуру. Меряй температуру, одевай браслет, иначе выгонят. Выгонишь? Нет, я не выгоню. Выгонят люди. Выведут за ухо. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, хорошего родника. Спасибо. Это очень смешно. Он у нас здесь развезен сейчас. Мы уже в маске. В маске. В маске. Это будет двойной. Ребята вставят еще, если маску надеть. Ой, а мило. Да, милота. Милота. Все, кто остался еще со мной, мы начинаем с сыровары. Пойдемте со мной. Так. Так. В маске. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Конечно, жалко, что сыроварня с виноделем не находились ни в одном месте, потому что было бы круто, знаете, закусить сырком хорошее вино. Да, мы думали об этом, что этот сыр отлично пошел бы под венцо. Такой изысканный сыр под настоящее очень дорогое и классное вино, вот это вот было самое то, но это, конечно, шутка, потому что сыроварня на самом деле, особенно для тех, кто увлекается, для тех, кому интересен этот процесс, мне кажется, очень познавательно. Начинать с дуста, с дуста, с дуста. Потому что вот эти вот поострее, и у них вкусовые рецепторы у нас немножечко приближат. Это правило сырной дегустацией. Вот это, вот эти вот семенские орешки, айсминдаль, и все. Ну, как печенье для вина, чтобы снимать вкусы вкусы, и пробовать следующую. И пробовать следующую. Значит, это место через Днестровский лиман. Принято решение остановиться и прикупить арбузиков. Почему у вас арбузы? Для нашего автобуса по 6. А, для нашего автобуса по 6? Не мают вас. Нет. Привет, перезаржу. Я жучу. В общем, ребята, мы всем рекомендуем побывать в этом замечательном месте. Это действительно очень интересно, вкусно. И Монаташа еще сказал, что вина там дорогие. В общем-то, они там недорогие. Можно даже прикупить вина с собой. Там магазин вот этих фирменных вин. Да. И еще, знаете, вот кто в Украине, вот всем рекомендуем. Вот мы ездили в 2 поездки с туроператором Селена. И, ну, вот положа руку на сердце, можем рекомендовать вам этого туроператора. Это правда. То есть у них все качественно. Они находят выход, даже если ситуация какая-то сложная вдруг возникает. То есть, ну, работаемые остались очень довольны. А мы, туристы, капризные и очень требовательные. Ну, в общем, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых волнующих встреч. И ярких вам путешествий. Пока.